Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем Sims 4. Это Let's Play Toddler и Семейка Уокер 9 серия. Добро пожаловать! В прошлой серии у нас был день рождения. Мы отмечали день рождения Дженни и Гарри. Дженни у нас наконец стала школьницей, а Гарри стал Toddler. Кстати, вы обратили, наверное, внимание, что детей нет дома, потому что дети уехали вместе с бабушкой и дедушкой. Дедушка к нам приехал поздравить малышей на день рождения, забрал с собой назад уже домой бабушку, потому что говорит, что бабушка, ты загостилась. Вот он уже соскучился за бабушкой, забрал ее домой, ну и бабушка, чтобы немножко родители передохнули, решила с дедушкой понянчить денек или два внуков. Так что у родителей теперь есть свободное время. Но, как видите, в это свободное время они не особо-то и отдыхают, потому что в доме полно поломок. У нас сломан унитаз и также у нас сломан холодильник. Папа у нас, Джейк, занимается починкой холодильника, а Рита всячески наводит в доме порядок, мыло пол, выносит мусор, потому что в доме, где маленькие дети, всегда все грязно и постоянно нужно убирать. Ну и, конечно же, когда детей нет, то уборка идет намного веселее, когда никто не мешает. Вот, ну и, конечно же, после вечеринки осталось много грязной посуды. Давайте, кстати, мы вечеринку закончим. Вот мы ее провели, к сожалению, на бронзу и поэтому подарков нам не дали. Нет, нам дали подарок, это книга. Вот, если проводить вечеринки на хорошие, не знаю, на хорошие награды, то есть на серебро или на золото, то дают хорошие потом подарки, которые можно продать и заработать деньги. Дипломатия для чайников. Навык обаяния поднимает эта книжка. Давайте мы ее оставим. Если бы был другой навык, я, наверное, бы ее продала. А обаяние нужно Джейку для работы, поэтому он, скорее всего, эту книжку в будущем почитает. Но я думаю, что сегодня мы не будем только убирать дома, но также я бы хотела, чтобы родители у нас уделили время немножко себе. Я знаю, что летсплей называется Тоддлеры, но мне очень нравится эта семейка, и мне бы хотелось играть не только детьми, но также и родителями. Поэтому они сейчас у нас вдвоем остались, и я думаю, что можно отправить их на свидание. Вот. Денег у нас на шикарный, дорогой ресторан нет, поэтому мы пойдем куда-нибудь в заведение попроще. Я его уже скачала. Но вообще главное никуда, а главное с кем, и главное, чтобы они отдохнули. Вот. Теперь им не нужно думать о том, что нужно кому-то сменить пеленки, подгузники, вот, не знаю, мыть горшки. Теперь у них есть время немножечко для себя, и почему бы им не выйти куда-нибудь провести это время вместе. Кстати, давайте мы сделаем все-таки свидание, потому что за свидание дают награды. Вот. А награды нам сейчас очень-очень даже кстати. Поэтому, так как в этой семейке денег мало, если мы проведем свидание на серебро или на золото, потом эти награды мы можем продать, ну или даже поставить дома, они приносят какую-то пользу. Вот. Они дают романтическую атмосферу. Так, я не пойму, что-то папа уже думает про кровать. Подожди, рано кровать. Давайте на свидание с Ритой вдвоем отправитесь поболтать. Нет, болтать не надо. Давай приглашаю ее на свидание. Вот. Пошло у нас наконец-то приглашение. Я поставила просто обычненькое такое заведение по типу Макдональдса. Вот. Ну, потому что нужно все-таки учитывать бюджет семьи. Вот. Бургер-бар у Гоги называется. Вот такой ресторан. Я думаю, что там им все по карману. Ну и главное, чтобы они вообще просто отдохнули и хорошо провели время. Ну и опять повторюсь, что главное не где, а главное с кем. Ну, я думаю, что они вообще очень рады, что наконец-то выбрались, потому что давно им этого не удавалось. Дженни была постоянно маленькая, потом Гарри родился. Папа у нас вечно на работе, а Рита вечно нянчит детишек. Так, давайте мы закажем столик какой-нибудь. Вот. И закажем что-нибудь тоже попроще. Но я так полагаю, что в этом заведении особо-то шикарных блюд тоже нет. Какая-нибудь пицца, скорее всего. То, что можно быстро приготовить и быстро подать. О, кстати, вот эта лампа стоит здесь посередине. Здесь в стекле находится огонь. Вот эта лампа просто мне до сих пор не дает покоя. После смерти Дугласа в династии Стыкеренбург многие писали, что загорелась лампа, а не гриль. И я до сих пор не знаю, потому что, ну, мне кажется, что светильники загораться не могут. Здесь не открытый огонь, это просто как лампочка. Может быть, она даже электрическая, хотя вряд ли. Может быть, это голограмма. Не знаю, даже вот до сих пор мне это не дает покоя. И я не могу понять, кто же все-таки виноват в том, что у нас получился пожар. Так, ну давайте сейчас об этом думать не будем. Мы закажем... Что мы закажем? Давайте, наверное, закажем апельсиновый сок, потому что воду как-то скучно. Кофе тоже на ночь пить не стоит. Ну, молоко, я думаю, что тоже не надо нам. Вот у нас есть пицца. Пицца с беконом давайте папе выберем. И пиццу с сыром выберем для Риты. Вот, отличный, мне кажется, для их бюджета заказ. Все им должно понравиться здесь. Главное, чтобы они хорошо провели время. Мне очень понравилась эта семейка. Я уже к ней привыкла. Так, хотя только у нас 8 серий прошло. Но, честно говоря, очень-то как-то она полюбилась мне. И хочу я играть не только тоддлерами, но также уделять внимание и взрослым симам. Вообще, всеми играть. Обязательно, конечно же, мы сегодня еще поиграем Дженни и Гарри. Мы отправимся к бабушке с дедушкой. Будем играть их семейкой. Вот, но также мне хочется, чтобы мы про взрослых не забывали. И тоже уделяли им внимание. Вот, я говорила, что летсплей тоддлеры, ну, естественно, он посвящен этому обновлению шикарному, где появились маленькие малыши. Но я не знаю даже, стоит ли им заводить третьего ребенка. Скажу сразу, если третьего заводить и будут, то, скорее всего, когда Гарри уже станет школьником. Не сразу. Потому что это будет очень-очень сложно. И, ну, будет немножко дурдом. Я бы такого не хотела. Поэтому мы пока повременим с третьим ребенком. И если будем его уже заводить, то, скорее всего, когда Гарри станет школьником. Вот, потому что я еще не совсем уверена, стоит ли нам это делать. Кстати, уже появились вампиры, да. Теперь у меня установлено, игровой набор установлен вампиры. Так что по городу могут уже проходить где-то вампиры. Нужно осматриваться, смотреть по сторонам. И нет ли рядышком вампира. Интересно, как они будут, вообще, как это все будет происходить. Потому что я до сих пор их не видела. Вот, это первая серия. Я в Династии еще ни одной серии не снимала, когда появились вампиры. И вот это первая серия, где я теперь играю и возможное появление вампиров. Я думаю, что мы, кстати, поселим по соседству с нами какую-нибудь злую вампирскую семейку. Потому что всегда должны быть какие-то антигерои, которые портят всем жизнь. Вот, думаю, какую-нибудь злодейскую такую вампирскую семейку мы поселим. И я думаю, что наши дети, Дженни и Гарри, они не будут знать, что это вампиры. Но они будут знать, что там живут какие-то странные симы. Им будет интересно. Ну, дети, они всегда любопытные. Вот, им будет интересно, кто же там такой живет. Вот, я думаю, что на этом можно будет построить очень интересный сюжет. Так, вот, принесли уже заказ, кушают они пиццу. Папа уже, видите, одним махом сок выпил. Мама еще даже не притронулась, а он даже уже опустошил стаканчик. Так, музыка такая, как будто что-то такое интересное произошло. Нет, вроде бы ничего интересного. Сегодня в этом заведении не так шумно, не так людно. Потому что час ночи. Ну, хорошо, что оно работает круглосуточно. Хорошо, что вообще в Sims 4 все работает круглосуточно. И не нужно нам ждать, например, утра. Потому что я помню, что в Sims 3 многое по времени все-таки зависело. И кое-куда нельзя было отправиться, потому что нужно было подождать, например, утра и тому подобное. То здесь, например, мы можем в любой ресторан прийти в любое время дня. И все будет отлично. Так, ну, мне кажется, что свидание у них удалось. Кстати, мы не выполняли задание обсуждать еду. Давайте еду-то-то пообсуждаем, что понравилась им еда или нет. Кстати, дискутировать о существовании вампиров. Теперь есть действия, потому что появился этот набор. И, конечно же, давайте поговорим о вампирах, почему бы и нет. Так, как же нам еду-то пообсуждать? Не могу понять, не могу найти это действие, выразить восхищение. А вот еду-то же и не знаю, как обсудить, рассказать занимательную историю. Так, Рита, а куда ты пошла? Рита, наверное, в туалет побежала. Да-да, она в туалет еще не хочет. Значит, нам нужно еще рассказать историю и обсуждать еду. Но постараемся хотя бы, наверное, до серебра довести наше свидание, чтобы нам дали хотя бы розочку. Вот, за серебро дают розу, а за золото дают ведро, которое потом нам очень может пригодиться для того, чтобы симы сразу же настроились на романтический лад и пришли в хорошее настроение. Так, хватит руки мыть, иди присаживайся. Да и я хочу, чтобы вы поговорили, все-таки обсудили еду, душевный разговор. Не знаю даже, что-то я не вижу этого действия. Может быть, им еда не очень понравилась. Или я опять невнимательная, хвалить образ жизни вампиров. Ну, давайте, похвалим. Ладно, давайте расскажем какую-нибудь интересную историю, рассказать забавную. Вот, давайте, расскажем забавную историю на свидании, и, может быть, получим за это серебро. Рита, скажи, что ты слышала, что в городе начали появляться вампиры. Скажи, что тебя это пугает. Вот, что дети у вас маленькие, а тут какие-то непонятные существа по городу стали лазить. Вот, ну, Джейк говорит, ты не бойся, все будет хорошо, я вас в обиду не дам. Вот, и с тобой, с детьми все будет в порядке. Так, а мы, кстати, еще разговариваем с какими-то другими симами, которые здесь рядышком у нас пристроились. Так, давай рассказывай Джейку историю, и будем уже отправляться домой. Точнее, не домой, а будем переключаться уже на семейку бабушки и дедушки. Узнать, подожди, рассказать занимательную историю. Давай, иди рассказывай историю, и не надо... Подождите! Боже мой, Джейк у нас успел пофлиртовать с этой дамочкой. Джейк, что ты себе позволяешь болтать с Аленой? Не надо болтать, ты вообще не знаешь, как ты вообще... Что ты себе позволяешь? Давай, жене, расскажи какую-нибудь историю, и извинись лучше, потому что что-то, по-моему, не очень, не очень ситуация получилась. Здесь у нас Алена Устинова на свидании с Василием Устиновым. Мы что-то... Джейк пофлиртовал с этой дамочкой. Джейк, так нехорошо делать. Так, ребят... Ооо, вот оно, вот оно, я вам говорила, что в городе стали появляться вампиры. Ой, боже, первая вампирша. Я не знаю, что она будет делать, но как-то это жутко. И чего это она так ходит, и что она собирается делать? Я не знаю, лучше бы ей, конечно, домой уйти. А, она просто на пробежке. Пришла, всех напугала. Но что-то Симы не особо перепуганные. То есть, так, душевно поговорить. Ну, давайте, боже, спать уже Джейк хочет. Ну, давайте душевный разговор пару раз здесь сделаем. Хотелось бы мне все-таки серебро, чтобы им дали розу. Мы ее, наверное, продавать не будем, но поставим где-нибудь дома. Она красивая, и почему бы и нет. Эти награды, они всегда... Кстати, у меня просто в династии уже все выполнено из всех возможных свиданий, праздников, поэтому уже все имеется. Так что нужды это все делать у меня нет. Так, все, мы получили. Что мы получили? Отличное свидание. Чтобы персонаж его надолго запомнил, ему подарили цветы. Загляните в багаж. Ну, в общем, нам подарили розочку. Так, подождите, невозможно выполнить это действие, когда в дом врывается вампир? Подождите, ребята, в какой дом? В наш дом, что ли? Это вот эта вампирша, которая здесь ходила? Она, что ли... О, господи, что же здесь такое происходит? Меня это дополнение начинает уже пугать. Так, и когда уже... Невозможно, когда в дом вырвать... Так мне не надо... В какой дом? Мужа сюда, наверное, вам ворвался. Вот она! Это она пытается... Что она здесь делает? Давайте ее прогоним. Джейк скажет, иди-ка ты отсюда. Я вообще не знаю, что здесь происходит. Для меня это все новое, потому что я не успела еще ознакомиться с этим новым игровым набором. Так, приветствовать грубо. Давайте мы ее грубо поприветствуем. Кстати, насчет летсплея вампира. Я вам говорила, что он скоро будет. Нет, я просто все вот... Не найду, честно говоря, вдохновения сесть и до конца доделать семейку. У меня уже есть кое-какие там планы. Но до конца, честно говоря, нет у меня вот такого большого желания сесть и это все доделать. Вот как придет вдохновение, я все доделаю, и тогда будет уже летсплей с вампирами. Надеюсь, что это будет очень скоро. Так, прогнать ее. Я не знаю даже, что сделать. Оклеветать, насмехаться над жаждой крови, оскорбить. Прогнать. Вот, давайте мы ее прогоним и скажем, уходи отсюда. Все, она уже прогналась. Она поняла, что с Джейком лучше не связываться. И, видите, не получалось у нас из-за этой симки покинуть участок, потому что она пыталась захватить это заведение. Ну, Джейк отстоял честь этого бестроя. И теперь мы можем со спокойной совестью отправляться домой. Что все у нас удалось, свидание удалось, вампира прогнали, и теперь все отлично. Ну, а мы с вами у бабушки с дедушкой дома. Вот, дети уже проснулись, несмотря на то, что 6 часов утра, они уже все не спят и прекрасно себя чувствуют. Вот только Гарри нашего нужно покормить. Бабушка сейчас ему даст еду. Я дала ей задание, чтобы она дала еду из багажа. У нее в багаже, оказывается, было тако с рыбой. Вот, не знаю, насколько Гарри можно уже съесть рыбу или нельзя, но бабушка считает, что можно, и он, видите, уплетает. Бабушка думает, что кушай, кушай, вкусно, калорийно. Вот, главное, чтобы рос большим. Вот, приготовила побольше, чтобы он кушал и рос большим и здоровым мальчиком. Так, Дженни у нас уже тоже проснулась и решила покушать не такую плотную еду. Она у нас кушает овсяночку. Кстати, папа, дедушка, дедушка у нас тут что-то строгает на своем столярном станке. Я, кстати, не заставляла его это делать. Как только он, как только зашла в семью, он уже тут что-то строгал. В общем, дел у него будет полно. Кстати, нужно ему и поухаживать немножко за садом, потому что я смотрю, кое-что потихонечку начинает засыхать. Вот, за садом нужно ухаживать. Ну и, может быть, прикупить ему еще каких-нибудь семян, чтобы было побольше всяких растений в доме. Так, у Дженни у нас должно было появиться уже домашнее задание. Ой, смотрите, какая девочка у нас выросла. Она сама посуду моет, покушала и сразу же с собой посуду помыла. Я думаю, что она сегодня в воскресенье, завтра понедельник, ей нужно будет идти в школу. Поэтому давайте попросим ее сделать домашнее задание. У нас есть здесь столик, и она может присесть и сделать домашку. Так как Гарри у нас пока еще домашнее задание не должен делать, он у нас еще маленький, он может поиграть. Пока его сестричка будет делать домашнее задание. Ну, а бабушку, наверное, попросим поубирать эту посуду грязную, потому что ее здесь что-то на удивление очень много. Вот, видите, Дженни молодец у нас, сделает домашку. Я надеюсь, что она будет хорошо учиться. Ну, а там посмотрим. Она у нас девочка дружелюбная, кстати, да. Я почитала ваши комментарии, что я пропустила черту характера веселый. Но вот вы знаете, ребят, что у меня есть такая черта. Вот если бы я была бы Симом, то у меня бы, наверное, была бы черта характера невнимательной. Потому что часто многое пропускаю. Кстати, у Симов такой черты характера нет. Но у меня бы была. Но я ничего с собой поделать не могу. Иногда пропускаю очень какие-то такие детали, которые на виду, и их не вижу, к сожалению. Но вот, честно говоря, ничего здесь я уже с собой поделать не могу, как есть. Так что не обижайтесь, если я что-то пропустила. Уже, как говорится, пора к этому привыкнуть. Так, Гарри, а ты у нас умеешь уже ходить на горшок? Конечно же, нет. Мы его еще на горшок ни разу не садили, а уже пора. Да, скоро будет, естественно, нужда понижаться. Вот, и нужно будет бабушке или дедушке отвезти его на горшок. Ну, а пока он может поиграть в кубики. Кстати, Дженни... О, бабушка уже пришла. Она переоделась уже с халатикой и пришла помогать. Давайте бабушка пусть немножко поиграет. Обучать формам Гарри. Вот, давайте пусть Гарри формам обучает. Потому что родители Дженни нашу постоянно учили каким-то зверушкам, да, карточки показывали. А бабушка, говорит, наверное, главное кубики, форма, математик что ли. Так, дедушка уже пришел, говорит, ой, резьба по дереву прищемила ему палец. Говорит, что-то я подустала. Наверное, нужно ему отдохнуть немножко. Тоже хочет с внуком. Говорит, бабушка, иди отсюда. Это я лучше, лучше знаю, как в кубики играть, как в кубики складывать. А ты, бабушка, иди что-нибудь приготовь. Давайте бабушку тогда попросим приготовить обед. Кстати, у нас тут что-то... Бабушка начала готовить жареный сыр, но так и не доготовила. Вот, пусть не бросает свою сковородку. Пусть идет и поготовит. Дженни делает домашнее задание. Кстати, вот дедушка, он может и Дженни помочь, да, с домашним заданием. Конечно, может. Вот пусть внучки, да хватит, бросает и свой столярный стол. Что ты постоянно от него не отходишь. Кстати, можно будет его попросить сделать, я не знаю, какие-то стулья и поставить дома. Потому что он может уже, наверное, потом будет какие-то предметы мебели делать. Так, пришел дедушка помогать Дженни с домашкой. Но Дженни говорит, дедушка, я уже сама справилась. Так, учить складывать кубики. Давайте пусть Дженни тогда поскладывает вместе с Гарри. Я думаю, что им будет вдвоем намного интереснее. Ну, а дедушка у нас может немножко пойти и поухаживать за садом. Потому что я смотрю, что растения у нас все-таки немножко позасыхали. И это плохо. А бабушка не на всю семью приготовила. Бабушка только себе. Но потом, я думаю, что она еще на всех приготовит. И на детей, конечно же, чтобы всех покормить. Когда нужно будет у нас пока... Ой, кстати, Гарри. Гарри, ты же у нас кушал рыбу. Кушал рыбу, но до сих пор голодный. Ну, и как бы Дженни нашей тоже скоро нужно будет покушать. Давайте, наверное, мы Гарри сейчас попросим... Немножко поприучаем его к горшку. Пусть начинает уже приобщаться, чтобы быстро выучил. Вот, Дженни у нас быстро научилась ходить на горшок. И проблем с ней особых не было. Вообще, девочка умница. Я надеюсь, что она будет хорошо учиться. Пока она у нас троечница. Но в будущем, думаю, что мы будем часто делать домашнее задание. И все у нее получится. Так, все, бабушка, хватит кушать. И давай внуку помоги сходить на горшок. И будем потом готовить обед. Ой, бабушка, что ж ты с тарелкой ходишь туда-сюда? Дженни спать хочет, боже мой. Давайте ребенка тогда уложим. Пусть она немножечко вздремнет. Не надо днем спать ложиться, пижаму одевать. То есть, не нужно прям именно укладываться спать. Можно просто немножко вздремнуть и отдохнуть. Час сна днем намного лучше, чем, например, 3 часа поспать ночью. Действительно, когда днем спишь, она отдыхаешь. Я иногда с дочкой ложусь. У нее когда дневной сон, иногда ложусь и могу час вздремнуть. И вообще, очень это хорошо и полезно. Просто иногда не хочется. Думаю, лучше посижу часик там в компьютере или еще что-нибудь поделаю вместо того, чтобы днем поспать. Но дневной сон, он на самом деле очень полезен. Не зря же детей заставляют. Даже если дети не хотят, то их все равно заставляют, чтобы они ложились днем хотя бы на часов. Потому что это действительно очень полезно. Так, дедушка у нас немножко позанимался садом и опять пошел строгать. Интересно, что он делает? Он, наверное, фигуры, да? Смотрите, он уже сделал две подставки для ножей. Он их будет продавать. Торговать будет своими подставками. Давайте мы одну подставочку поставим бабушке, чтобы у нее была подставка, чтобы ножи можно было брать. И вторую подставку мы продадим и получим за это 10 миллионов. Ну, а бабушка, я думаю, что на всех приготовит. У нас сейчас макароны с сыром, да? На всю семью как раз нас четверо. И бабушка на всех приготовит, чтобы все могли покушать. Ну, и Гарри, конечно же, тоже. Ой, все. У него, по-моему, все получается. Бабушка его посадила, дала команду. И он справился. Давайте посмотрим, что у него тут с нуждой. Да, нужда у него отлично. Помочь с горшком. А малыши, Гарри беззащитный малыш. Попечители и другие персонажи в семье должны о нем заботиться. Ой, голод. Сильный голод. Он кушать хочет. Так, бабушка, давай быстрее готовь. Давайте мы Гарри и Дженни сюда на улицу вытащим. Пусть они на свежем воздухе все-таки гуляют. Возьмем некоторые игрушки. Можно открыть этот ящик. И достать оттуда несколько игрушек, чтобы они могли здесь поиграть. Вот и Гарри может поиграть, и Дженни. Вот. И мне бы хотелось также, чтобы они между собой тоже общались. Так, все. Бабушка у нас еду приготовила. Давайте мы посадим... Посадим Гарри сюда. Посадим его в кресло. Вот. И дадим ему еду. Взять порцию для Гарри. Да. Гарри посадим на стульчик для кормления. Дженни у нас не нужно ждать приглашения, чтобы ей там подали, принесли. Она у нас же девочка взрослая. И, кстати, интересно, она может братьку дать еду, если вдруг они дома сами останутся? Я думаю, что такого не будет. Но мало ли. Да, она может, если что, взять порцию и покормить своего братика. Видите, какая она уже самостоятельная девочка у нас. Все, давай, присаживайся. Садись кушать. Ну и, конечно же, бабушку и дедушку мы тоже покормим. Вот, давайте мы просто еду... Подождите, куда еда пропала? Еда куда-то пропала. Я не знаю, куда она пропала. Вроде бы была. Так, у нас здесь еще жуткое печенье. Давайте тогда его... Ай, нет у нас уже жуткого печенья. Это кака какая-то. Я не знаю даже, куда еда подевалась. Вроде бы была, а тут уже еды нет. А, она оказалась у нас у бабушки. У бабушки в багаже. Ну, вот, можно бабушку покормить и дедушку покормить, чтобы все покушали и чувствовали себя хорошо. Главное, чтобы ребенок был сыт. Ну, один и второй. И чтобы Дженни кушала и Гарри. Особенно Гарри, потому что он маленький. И теперь, вот, видите, кушает он руками. Я вот помню, что Дженни у нас и ложечкой ела иногда. Может быть, это зависит от блюда, а может быть, от степени взросления ребенка. Наверное, все-таки Гарри у нас еще совсем маленький. И ходит еще очень плохо. Дженни у нас уже под конец своего тоддлеровского возраста уже бегала, просто носилась. Я думаю, что с Гарри будет то же самое. Может быть, он даже будет еще шустрее, чем его сестричка. Потому что он все-таки мальчик. И, может быть, будет более активным. Но сейчас ему, правда, спать пора отправляться. Вот, потому что деткам нужно днем спать. Ну, уже тогда она... Кстати, Дженни может его взять? Я думаю, что, наверное, не может она его вытащить. Она ему может дать напиток. Давайте пусть она ему даст яблочный сок. Почему бы и нет? Братику своему. А я хочу потом еще посмотреть все действия, которые доступны между двумя детишками, между тоддлером и школьником. Очень интересно будет посмотреть, как они будут играть. Так что в следующей серии мы всю серию пробудем у бабушки с дедушкой в гостях, чтобы детки у нас играли. Вот, Дженни, кстати, тебе мы тоже отправим на дневной сон. Вот, так что иди уже сразу ложись. Я сюда... Вот, можно даже спать их уже отправить, а не вздремнуть, а именно спать. Вот, ну а бабушка пойдет у нас и уложит. Уложит просто, уложит Гарри. Сказку на ночь читать не будем, потому что у нас не ночь. Вот, а просто его уложим. Я уже поставила в спальне две кроватки. Одну поменьше для Гарри, побольше для Дженни, чтобы им было тут удобно и чтобы хорошо проводили время у бабушки с дедушкой. Думаю, что они частенько будут к ним в гости приезжать. Родители как раз смогут отдохнуть. Ну и детям, я думаю, что на свежем воздухе намного полезней. Так, бабушка, иди давай укладывай внука, а то он спать хочет. Все, она уже хочет взять. А дедушка у нас, наверное, будет дальше. Все, он полил уже все растения в саду. Давайте мы купим... О, семена чеснока. Давайте мы чеснок посадим. Чеснок, он очень хорошо помогает от вампиров. Вот, купили мы семена чеснока. А как же нам посадить? А, их, наверное, нужно открыть. Да, давайте откроем комплект семян и посадим. Потому что, мало ли, вдруг вампиры будут пытаться пробраться к нам в дом. Нужно от них оберегаться. Поэтому посадим две головки чеснока, чтобы у нас всегда была защита от вампиров. Вот, посадить и посадить. Вот, ну а бабушка, она вампиров не верит. Дедушка, наверное, верит, говорит, что будем опасаться, остерегаться, потому что в городе были замечены вампиры. Вот, ну а бабушка больше думает о том, как бы внуков накормить, как бы их уложить, и чтобы они чувствовали себя хорошо. Все, ребят, на этом буду заканчивать серию. Как говорила уже в следующей серии, будем продолжать играть бабушкой с дедушкой. Вот, как они будут нянчиться со своими внучками. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока!